Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Но у нас не заканчиваются дела в саду, поэтому я спешу к вам с новой мотивацией и вдохновением. С утра Леша начал разбирать розари, всю эту конструкцию, а я хочу вам показать, как садовники привели в порядок вот эту клумбу, как она выглядит сейчас, конечно, гораздо аккуратнее, появился воздух, они нам стянули можжевельники, в общем, стало гораздо лучше, но у нас, тем не менее, все равно еще много работы. Леша несколько часов разбирал всю эту конструкцию, потом убирал, все это складывал, все палеты. Ну а я, как уложу Машульку на первый дневной сон, пойду наводить порядок на террасе, потому что у нас там полный завал, и уже хочется-хочется проводить время, накрывать стол на террасе и наслаждаться свежим воздухом. Вот такой у нас до, видите, здесь просто завал и склад, всего нужного, ненужного, поэтому сначала мне нужно освободить вот это пространство, потому что я буду обрезать, чистить здесь хвойные, поэтому все выношу, что-то в домик заношу, что-то просто выношу с террасы, ну, сейчас главное освободить пространство, с чем-то я справилась самостоятельно, ну, тут типа лавки, качели, вот, ну, а что-то мне уже помог Леша вытащить, просто потому что одно и неудобно, ну, и, понятное дело, все это тяжелое. Ну, все, у меня теперь есть доступ к тоям, буду сейчас я их обрезать, все сухие ветки, чистить их даже нечего, они тут все осыпались, наверное, года два назад они у нас сгорели по весне, и, в общем-то, так и не дошли руки все это обработать, поэтому делаю это только сейчас, все срезаю, будем в этом году подкармливать, будем обрабатывать, возможно, проснутся спящие почки, как-то это все нарастет, обрастет, но, в любом случае, с этой стороны у нас все закрыто шторами, я повешу тюль, а с внешней стороны там все зелененькое, вот, но почистила, стало все аккуратно, единственное, только мне нужно будет вот эту клумбу саму, в которой они растут, ее вычистить от сухих веток, потому что ту и здесь сами по себе осыпались, там, мне кажется, такой слой вот этих вот засохших, ну, не иголочек, вы поняли, а вот этих веточек, что нужно почистить, иначе, когда ветер, все это задувается на террасу. Дело сделано, теперь нужно все убрать, крупные ветки уношу, или выкинем, или сожжем их, ну, и мелочевку тоже сейчас соберу, загружу все это в тележку, и муж там выкинет. Ну, и, конечно же, теперь нужно все подмести, помыть стены, помыть пол, но сначала избавляемся от такого крупного мусора, ссора, видите, сколько-сколько здесь всего, но зато вот такую генеральную уборку делаем по весне, и потом уже наслаждаемся, потом только поддерживающе. Конечно же, на террасе очень много пыли, и даже, знаете, сейчас очень много пыльцы, ну, вот буквально утром я протерла пыль, а к вечеру уже опять есть пыль, ну, что поделаешь, если хочется, чтобы было красиво, уютно, за всем за этим нужно ухаживать. Хочу на стол приобрести в этом году жидкое стекло, чтобы можно было пореже стирать скатерть, можно было просто тряпочкой протирать его, и все, надо померить, и закажу. Продолжение следует... Я достала из домика, ну, там у нас, знаете, хранится все нужное и ненужное, в общем, такой склад. Достала мебель, ей несколько лет, она стояла у нас под автополивом, ну, когда была возможность, закрывали все это чехлами, когда не было, это все поливалось, и она, видите, сейчас не самым лучшим образом выглядит, но эти кресла безумно мягкие. Девчонки сказали, мам, давай их поставим, поэтому мы их сейчас почистили шкуркой и пропитаем маслом, чем-то таким, что-то такое было, от Husky Brand, как так называется. В общем, я покрыла, чтобы немножко цвет был поприятнее, и вот кресло, которое получше сохранилось, мы в итоге его поставили на террасу. Девчонки остались довольны, не стали мы ставить в этом году мебель, которую сами делали несколько лет назад. Девчонки захотели, чтобы здесь было кресло, вот в котором удобно развалиться и балдеть, и качель, поэтому вот решили оставить в этом году такой вариант, а самодельную мебель мы просто занесли вот в этот домик, который по задумке должен был быть летней кухней, но уже, я думаю, никогда ей не станет. Работала сегодня на террасе, пока Машулька спала, а вот во второй ее сон мы планируем съездить в Леруа Мерлен, мне нужно прикупить петуни, они там просто шикарные, несмотря на то, что Леруа Мерлен находится от нас достаточно далеко, вот поедем в Машулькинсон, я похожу, а муж покатает ее в машине в это время. Мебель покрашена, теперь она сохнет, у меня есть возможность помыть стены, ну, как мою, сметаю пыль, и там паутины, если есть, и также сейчас буду мыть пол, пол я мою несколько раз, сначала убираю вот такую основную пыль, грязь, которая скопилась, потом меняю воду, и еще раз по новой все это промываю, ну, естественно, чуть ли там не каждый день, особенно, когда вот мы там много время проводим, натираясь, понятно, когда плохая погода, и мы не выходим летом, я там ничего не трогаю, а вот если теплая погода, то вот с утра выходишь, быстренько все освежаешь, приводишь в порядок, и тогда здесь можно и завтракать, и обедать, и ужинать, в хорошую погоду, конечно, мы здесь проводим много времени, но вот в прошлом году, когда я только родила Машульку, естественно, терраса у нас была не востребована, потому что, ну, как-то с ней не очень тут было комфортно, она совсем еще была маленькая, все равно больше времени мы проводили дома, но вот в этом году, я думаю, наверстаем упущенное, ну, а я уже вешаю тюль, вешаю шторы, все это, естественно, на зиму я снимаю, стираю, и вот сейчас чистенькие повесила, у нас здесь раньше висел только тюль, поэтому, видите, одна штанга, но решил в этом году повесить вместе со шторами, в общем, тут хоть и не предусмотрено две, я все равно повесила на одну, а вот с другой стороны, у нас там висел тюль и шторы, но в этом году муж сделал перестановку, поставил по-другому гриле, мне кажется, стало гораздо удобнее, и шторы, и тюль там сейчас абсолютно неуместны, поставили мы вместе с Лешей качели здесь, я постелила текстиль, вот так выглядит кресло, постелила коврик, но я думала, если честно, что там пятна, разводы какие-то, может быть, думаю, просто ему нужно просохнуть, но нет, это просто уже грязь на ковре, смотрится неопрятно, стирать этот ковер, он хоть и уличный, такой специальный этот террас, я естественно не буду, поэтому его просто выкинули, и столик, это тоже сюда не подходит, поэтому поставили деревянный, ну что, дорогие, наша эпопея с террасы продолжается, у нас уже следующий день, если вчера было прохладно, то сегодня прямо холод завернул, и вообще у нас по прогнозу до Пасхи минусовые температуры ночью, там до минус 4, до минус 5, поэтому все свои цветочки, которые я тут красиво расставляла по участку, я убрала, все теперь стоит на крыльце, и пережидает холода, не успела я еще толком почистить эти хвойные шарики наши, Леша пришел уже стричь, ну вот пускай их сначала тогда подстрижет, а я уже потом их почищу, и вот кстати, вот эти вот шарики, это яркий пример того, что будет с хвойным растением, если за ним не следить, как этого делали мы, то есть остается совсем-совсем немножко зелени на верхних веточках, а все остальное сухое, поэтому я опять же выстригала сухие ветки, ветки, где есть зеленые кончики, оставила естественно, и все это нужно нам будет подкармливать и приводить в чувство, ну вот честно, когда младшафтный дизайнер сказал, у вас сад без хлопот, зачем вам вот это нужно следить, мы даже как-то и не вникали, ну без хлопот и без хлопот, вроде все зелененькое, красивенькое, все хорошо, вот, а видите, оказывается как, поэтому когда я вам всегда говорила, что мы ничего не делаем, вот у нас автополив поливает хвойные растения, и все, на самом деле так и было, поставила я вам на такое сильное ускорение, Леша стриг туи с маракты, ровнял, потому что кто-то, какая-то туя уперлась в крышу, какая-то там макушка обогнула, в общем сделать их ровненькими, я в это время чистила, нам еще предстоит стрижка на детской площадке, у нас там брабанды растут, хочется сделать из них такой вот красивый прямоугольник, они у нас плотные, пышненькие, потому что вот как раз таки их мы обрабатывали цирконом, мы их стригли, ну потому что пересаживали, и они у нас в общем так тяжело приживались, поэтому мы им помогали, а вот здесь ничем не занимались, поэтому будем сейчас им помогать и приводить их в чувство. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, обработка деревьев прибавила работы, заняла вот у нас уборка террасы, гораздо больше времени, чем вот обычно, но что поделаешь, Леша уже практически заканчивает, сейчас нужно будет убрать всю хвою, подмести, привести в порядок, и уже тогда делать на террасе влажную уборку, доставать текстиль, раскладывать подушки, стелить скатерть, и наводить красоту. В прошлом видео спрашивали, какого производителя у нас вот эта вот пила, которой Леша стрижет, и пылесос садовый, я подписывала под прошлым видео, подпишу и под этим, у нас Бош, я не знаю, можно сейчас приобрести эту технику или нет, посмотрите там на маркетплейсах, возможно, что-то есть на остатках. Леша хотел попробовать собрать пылесосом, но тут настолько крупные ветки, что проще все это сначала смести щеткой, собрать руками, а вот мелочевку уже там, во все это дособирать пылесосом, поэтому я взяла швабру, стала все собирать, ну, а Леша там собирал уже по мелочевке. В принципе, все первые такие майские праздничные дни мы провели на участке, занимались уборкой, стрижкой, я вам все снимала, и потихоньку сейчас буду обрабатывать и выкладывать на ютуб. Вот привела в порядок и детскую площадку, тоже вам чуть попозже выложу. Тут же у нас еще и Пасха на носу, завтра будет Пасха, я вот озвучиваю 4 числа, у меня там параллельно пекутся куличи, потому что нормально не было времени, чтобы этим заниматься. Повторю, все праздничные выходные дни мы потратили на участок. В четверг я занималась уборкой дома, сколько смогла, а куличи с Пасхой я, в принципе, заказала, потому что не была уверена, что у меня будет время, этим заниматься, поэтому подстраховалась. Ну вот, хоть и неправильно знаю, что все пекут куличи в четверг, но у меня вот сегодня в субботу есть время, поэтому сейчас вот там у меня одна партия стоит дрожжевая, которая куличи-бриошь, мы очень их любим. Вот сейчас стоит, подходит тесто, а творожные куличи у меня стоят в духовке. Времени, конечно, на все не хватает, ну вот то, что успеваю делать, то и успеваю. Окна, допустим, я еще не успела помыть, поэтому буду я их мыть чувствую в мае уже после Пасхи. Ну, просто банально не хватает времени, что тут поделаешь, конечно, приоритет ребенок. Продолжение следует... Продолжение следует... Фух, закончили мы с деревьями, все подбили, убрали, и теперь уже нужно помыть мебель, протереть ее после зимы, и буду мыть пол, ну и уже, конечно же, стелить текстиль, самое приятное, самое красивое. Видите, как у нас сейчас стоят гриля, вот у нас один газовый, другой угольный, и, в общем-то, они, знаете, оба актуальны. Летом удобно пользоваться, вообще в теплое время, году удобно пользоваться газовым грилем, включил его, он тут же работает. Я с вами делюсь отзывом Леши, потому что я ничего на гриле сама не готовлю, вот на таком уличном. А зимой мы с какой проблемой столкнулись? Газовый баллон нужно отогревать, заносить в дом, чтобы пожарить. Вот, допустим, на Новый год мы там жарили рыбу, Леша заносил баллон домой, чтобы он немножко оттаял, и вот уже готовил, потому что там жару не хватало. То есть сделали вывод, что вот в теплое время года классно жарить на газовом. Все-таки в холодное, угольный он более надежный, конечно, все равно в такие сильные морозы тоже им пользоваться не совсем комфортно, но в такой небольшой минус нормальный, поэтому у нас оба гриля стоят. Леша еще думал, может быть, там продать угольный, но нет, они, в общем-то, оба актуальны. Поставили на противоположные стороны, и в этом году стол сдвинули немножко к центру, поэтому у нас вот светильники, они получились сейчас немножко смещенными, потому что, ну, изначально мы их вешали под другую расстановку мебели, но так на самом деле удобнее и комфортнее. Я, значит, тут все помыла, и Леша включил свой пылесос, который опять поднял пыль, ну, и мне пришлось по новой протирать мебель. Вот так вот. Ну, опять же, мою пол, сначала собираю такую основную пыль, грязь, меняю воду, мою тряпку, и потом по новой еще раз прохожусь. Какое-то мыло, такой вот, чтобы пена была, я не использую, там, средства для мытья пола, потом это проблематично здесь все смывать, и остаются разводы. Пол темный, и видны вот эти вот мыльные разводы, поэтому я не использую, я просто несколько раз прохожусь, промываю. Ну, в принципе, у нас эта терраса не вот что вышла из дома, и там, я не знаю, в домашних тапочках или разутом, все-таки это улица, мы здесь ходим обутой, поэтому какой-то стерильной чистоты я не добиваю. Не добиваюсь здесь. Единственное, что периодически стираю текстиль, потому что, ну, вот какая-то пыль, вот сейчас, особенно по весне, повторюсь, эта пыльца оседает, ну, и, конечно же, там, когда я накрываю стол, всегда я его протираю, мою в любом случае. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Принесла текстиль, у меня много подушек, декоративных наволочек, пледов, все это хранится в цоколе, потому что, ну, вот вне сезона это не требуется, а летом мне все-таки нравится, когда есть текстиль, я думаю, это реально добавляет уюта, ну, как-то вот удобнее, плюс у меня дети любят полежать, поваляться, особенно если паспортная погода, знаете, так прохладно, закутаться в плед, они могут здесь и уснуть у меня, поэтому я люблю текстиль, люблю и добавляю его. Ну, вот благо, есть где хранить, вот поэтому все хранится у меня в цоколе, особенно вот эти вот подушки синтепоновые, у меня прям их целая-целая гора. Принесла из дома цветок, я уж его, знаете, он у нас в гостиной стал, я уж его связала, чтобы Маша никак не могла дотянуться до листьев, потому что он, вот насколько я знаю, ядовитый. Наконец-то я его достала из дома, развязала, и вот он теперь у нас будет здесь стоять, она туда, я думаю, точно пока не доберется, но как сложновато ей будет пройти. Вот, достала подсвечники свои, корзинки, но так как у нас холодно, я пока пересаживать цветы не буду, станет потеплее, и пересажу, посажу здесь тоже вот петуни, и будет красота совсем. Софиюшка принесла звездочку, она новогодняя, но мне почему-то захотелось ее сюда добавить, еще хочется на задний фон, или какие-то картинки постеры, или может быть огонечки добавить, но огоньки будут играть только когда пасмурная погода, а постеры все-таки и в пасмурную, и в солнечную погоду, поэтому, наверное, остановлю свой выбор на постерах, или на каких-то красивых картинках, и повешу, здесь обязательно буду с вами делиться. Сейчас подушки раскладываю на кресло, на стулья, кстати, вот это у нас искусственный ротанг, комплекту, наверное, уже года 3, может быть 4, и в принципе, где-то там есть, знаете, лопнуло, а в принципе, ничего, так смотрится, все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok нашу уборка практически подходит к концу, убирая все лишнее, сор, который смелась в террасе, сейчас нужно тоже собрать, чтобы это не тащить, потом, наверх сюда, на террасу, собираю, выкидываю, и я прикупила сюда шарики, на солнечных батареях, хочу воткнуть с двух сторон, вот входа в террасу, на террасу, здесь будут стоять цветы, и шарики, вот мне кажется, когда все это разрастется, будет классно смотреться, шарики вечером будут светиться, мне понравилось, Софийка помогает распаковывать и расставлять их. Ну и решили мы еще добавить немножко красоты на комод, комод это тоже переделывали вручную, я сюда купила жестяную банку, она хоть и называется хлебница, но на самом деле, она закрывается плотно, так герметично, я хочу туда положить столовые приборы, чтобы каждый раз не таскать из дома, чтобы они здесь лежали, и вот нужна какая-то мне еще такая коробочка, которая хорошо закрывает, чтобы там не попадало ни пыль, ничего, чтобы хранить здесь тарелки, чтобы тоже каждый раз их из дома не таскать, если что-то встретится в магазине, тоже здесь поставлю, красиво будет у меня стоять. Дорогие, ну вот и все, моя душа просто рада, от того, что получилось наконец-то, вели мы здесь порядок, чистоту, создали уют, и теперь ждем только хорошую погоду, чтобы наслаждаться семейными завтраками, обедами, ужинами, а плюс я уже предвкушаю, дети будут купаться в бассейне, Машулька тут будет спать, а я в это время смогу здесь что-нибудь готовить, печь, я уже прикупила, знаете, духовку такую, ну не как на кухню у меня встраиваемая, а отдельно стоящую, чтобы можно было прям здесь и что-то печь, на самом деле это очень актуально, потому что бывает такая жара, что дома ничего готовить не хочется, а на улице пускай печется, то будет вкусная выпечка для детей, ну все, на сегодня буду прощаться, всем огромнейшее спасибо за просмотр, обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, но мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока, хороших вам выходных! Субтитры сделал DimaTorzok